К нам вот обратились жители города Семилуки. Мы находимся у Семилукского районного суда. Сейчас будет рассмотрение дела, я так понимаю. И вот расскажет нам как раз ответчик, да, по этому делу так оказалось, о существующей проблеме, что вообще происходит. И представьтесь, пожалуйста. Тихонова, Латинская, Любовь Александровна. А происходит следующее. У нас соседка решила у нас попробовать отсудить часть участка. У нас дома на два хозяина. Вот, 30 лет, она уже больше 30 лет назад. Мой отец купил под дачу себе полдома с участком. И получилось так, что с одной стороны жила женщина, вот, у нее не было земельного участка. А весь за домом участком всегда был наш. Вот, больше 30 лет было так. Всех все устраивало. У нее был участок, но был где-то далеко. Она туда даже и не появлялась, на свой участок. Она умерла. Теперь ее дочка туда вселилась. Ну и решила, сначала у соседей попыталась захватом земли, занималась. Она вызывала замерщиков. Вот. Ее пустили на участок, просто попользоваться. Она попросила, точнее, она ее мать. А она решила попробовать его оформить. Вызвала замерщиков. Замерщики приехали, замерили, стали сверять границы. Выяснилось, что это совершенно чужой участок, принадлежащий Чеклицовой Людмиле Георгиевне. Ее выгнали со своего участка. Теперь вот она, спустя, уже получается, сколько это было в 2012 году, вот теперь вот она вот в 2018 году подала в суд на меня. И говорит то, что она все время пользовалась моим участком со мной пополам. И теперь я ее не пускаю уже более 10 лет на участок, не даю оформить. Хотя свой участок я в 2014 году оформила. В 2012 году мы разделялись в части, подавали в суд. Нас были мы в долях, потом стали в частях. Вот, мы подали, а нас речь не подала, так она и осталась от нас в долях. В 2017 году уже она подала в суд на разделение в части, разделилась. Ни в 2012, ни в 2017 году ничего про землю речи не шло. Ничего вообще не говорила. Все устраивала. Сама лично написала, что между нами уже сложился порядок пользования и домом, и надворными постройками, и земельным участком. А теперь вдруг надумала попробовать у нас отсудить землю. Так, ну а вы писали, что кадастр ошибка какая-то существует. Это как? Не ошибка не кадастр, а администрации. То, что у нее давался участок в другом месте, а так как, как они объясняли в суде, что никто не обращался к ним, границы она не устанавливала этого участка, она кадастр учет не ставила, адрес неизвестен этого участка. Они ему приписали нашему адресу. Вот и получилось, что за нашим адресом числится и наш участок, и ее участок. Хотя он находится совсем в другом месте. Я так понимаю, сейчас в суде в качестве третьего лица будет выступать представители администрации и представители Росреестра, правильно? Должен был, но он так и не пришел за все заседания. Сколько у нас уже было? Четыре. А представитель администрации первый раз участвует, да? Нет, тоже уже была. А что говорят? Тоже подтвердила то, что участок ей давали в другом месте. А, в другом месте. То есть действительно так и есть, по факту он находится в другом месте. Да. А почему так получилось? Надо в администрацию съездить, спросить у них, что причина-то вообще вот такой проблемы. Почему он приписали к вашему? Вот потому что никто не обратился в участок, не поставлен был на кадастр и учет, и за ним не был присвоен адрес, там, где он находится. Вот они его и приписали к нашему адресу. Ну хорошо, пойдемте в суд. Сейчас судебное заседание уже начнется, да? Да. Пойдемте там, посмотрим, что будет. Пойдемте там, подождите, подождите. Участникам процесса разъясняется право обезда. Участникам процесса разъясняется право извращения к нашему адресу. Также выясняю статья 56-я учителя, который также представлюсь доказательств о подтверждении следового отражения. Кроме того, вести справятся, что будет обеспekтовать на пуск отреечек правительства и признать сходную правительство с разрешением о принятии. Понятно право? Да. Распишитесь практически, отнутри вам права. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже судья устала, да? Уже и судья устала. Ну, 29-го сказали, вынесут решение, наконец-то. Как считаете, какое решение будет? Судья объективно рассматривает дело? Или заинтересована в одну сторону какую-либо? Ну, я бы не сказала, что она... Да потому, как она на все эти судебные заседания затыкала обеих с адвокатов, я не думаю, что она конкретно в одну сторону. То есть объективно, да? Скорее всего объективно, но если опять не начудят что-либо... Какого решения числа будет? 29-го в час дня будет. У нас где-то января в час, да? Да. Какое они решение вынесут, конечно. Я надеюсь, что в нашу пользу, но уже после того увиденного за эти четыре заседания я уже ничему не гибну. Что они, естественно, что-нибудь придумают еще и приведет кого-нибудь еще, как сегодня. Подруг, какой-то дяденька чистил колодец при нас, где мы были. Заврались. Пришли в администрацию в город Семилуки. Попытаемся уточнить. Может быть, нам кто-то прояснит по поводу этой запутанной истории. По поводу земельных участков в селе Девиц. Пошли, пошли. Вверх, наверное. А где-то здесь, приемная, где-то здесь у них, по-моему, да? В бухгалтере. По земельным вопросам как раз. Это что? Это приемная, да? Ну, в людьми, на лице. Пойдемте, вот туда спросим. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а глава где сейчас находится? На месте? У нас исполняющая обязанность. Исполняющая обязанность? На месте, не пока, занят. Занят, да? А заместитель? Он в одном лице пока. Пока в одном лице. Хорошо. Подождать придется нам, да? Какое-то время. Я не знаю, вы вообще кто? Я представитель прессы. Видите, написано. Ну, пойдем немножко предупредим, чтобы идти в порядок. А, да вы отлично выглядите, не волнуйтесь. Да, давайте. У нас... Тут есть вопрос просто у граждан. Там что-то, какая-то запутанная история. Хотелось бы уточнить информацию. Может, кому-нибудь поручат. Да, то непонятно, что-то происходит. Может, это заместитель или у нас? А, он сказал, вроде заняты. Без империрования нет. Там все на табличке. У нас перерыв, да? А, сейчас посмотрим. С 12 до 12, 45. А, понял. Сейчас перерыв, да? Да. Понятно. Ну, ладно, подождем. Скажите, пожалуйста, а Павляшка, вы знаете, как вы делаете с администрацией? Где ее вот так можно найти? Павляшка, это... Мы просто администрация города Симоники. А это... Сельская. Да, один, я так понимаю, из глав поселений. Да, да, да. Сельского поселения. Это надо к ним, да? Ну, да. Это прерыватель администрации Симонского муниципального района, Швилков. И нам нужно к ним обращаться, потому что мы только по городу работаем. То есть они к нам вообще отношения не хотят. А, то есть глава у них там свой сидит, получается? Ну, Павляшка, он же и есть. Да он будет ли полномочия свою свою? Ну, по крайней мере, был. Скажите, а глава города Симоники не курирует вопросы Симонского района? Нет. Нет? А, никак нет? Только по городу и все. Да, и все. Понятно. Это либо администрация области надо обращаться к городу Воронежу. Да, если что-то касается именно поселений, то это ездит глава администрации Симонского муниципального района, который входит в этот состав поселений. Это вот на втором этаже. А, там он, да? У них своя приемная. А, все понятно. То есть не туда, надо обратиться на второй этаж. Это все поселения. Мы также входим в состав администрации Симонского муниципального района. Все, спасибо. Понятно. До свидания. До свидания. закрыта он тоже заместитель закрыта может перерыв непонятно еще сюда попробуем обратиться может быть подскажешь что-нибудь информацию какую-нибудь здравствуйте скажите пожалуйста а глава администрации семилукс муниципальных нету а заместители кто-нибудь тоже никого что там все закрыто а ты скольки а потом они должны быть до а по земельным вопросам вас кто какой кабинет можно обратиться не подскажешь это где кабинет а там вверху да хорошо спасибо до свидания головы не будет сказали заместители должны быть но после но только после перерыва в администрацию села девицы приехали там перерыв пока администрация основной здесь сейчас попытаемся уточнить информация может подскажет тоже перед так вот такое здание у администрации села девицы улица гагарина 15 главный вход закрыт ремонт какой-то в здании с той стороны мы с той стороны вошли а здесь ремонт пока нет но пока тоже перерыв сейчас поедем на участок там посмотрим а потом поедем заедем обратно в администрацию села девицы и администрацию город семилуки поедем и в росреестр съездить у нас опять сейчас суд идет опять теперь уже эта марина мутит и мутит и мутит теперь утверждает опять же что говорю их участок 17 соток якобы они этот участок был всегда у нас мы пользовались пополам и некому подтвердить что ее участок в другом месте да уже там соседи-то толком никаких нету ну представитель администрации сказала что где-то нарджи никит задавали но она не знает она работает не так давно здесь говорится 2000 какого-то года горит я знать не могу но вы как все-таки давно там проработали может быть вспомните почему еще потому что у князя петр он работал в колхозе этот и конечно имел преимущественное право иметь при доме землю больше и она земля у него была больше ну петьки то это кого мы покупали да ну да сколько у него и вы живой купили всего землю и а у них земли было мало вот каком месте у них было потому что это естественно в другом месте и мы где-то замеряли а вот и где вот ну ведь это ну вот теперь она утверждает что с дня покупки пополам с нами пользовалась земельным участком нашим вот теперь так утверждает у нас значилось к этот 15 вообще за за домом этот соток у нее значилось сначала 12 а потом откуда-то пять соток еще появилась стало 17 у них мало там земли было это именно при доме было мало да а таранин не знает где им померяли а таранин это кто а этот метрофан кузьмич он себя уже не помнит да да а вы не помните что первое у них появилась земельный участок и дом или наоборот ну а могла ли она получить землю и поэтому ей было все равно где покупать дом жить потому что что при доме мало земли и мне еще могу взять там можно в деле сама подобрала потом обратилась конкретно с этим вопросом а вот в каком месте она добирала хрени зима знает мне кажется так что она где-то добирала участок а в то время конечно да там указано везде было мой отец 15 соток и у нее 12 соток а потом вдруг откуда-то 17 делись не главное у соседи которые более-менее знают это вот чеклецовых если вы помните таких она умерла уже ее сожитель сказал то что сама говорила мария петровна о том что участок далеко ходить туда не находишься воды там нету как там этот огород пахать вообще и поэтому она попросилась к соседям она же пользовалась долгое время у николая ключа давыдова участком теперь утверждает суде что он был ничей да рядом с нами да жила там вверх до в 90-х годах купи купил николая ключ но он уже умер он тоже уже никого уже не осталось то может подтвердить она этим пользуется но сейчас через этого два часа будет сейчас скоро опять а мы был за вами заехали нет нет это однозначно у меня сейчас приедет у меня сегодня у сына день рождения приедут тут ко мне а если и нас перенесется опять можно будет вас что я могу сказать нет не надо говорить конкретно где потому что никто не знает где и участок но то что он к нам не имеет отношения вот что нам нужно доказать ну как вот помните да и все сказать но можно вас добудет если что заявить свидетелем а мы вас заберем привезем все как положено а как ваша фамилия строй его надежда иванова строй его надежда иванова вы бы кем это бы работали я ушла я на пенсию с должности ведущего специалиста а она ушла с должности а так по земельным вопросам она проработала более тридцати лет в нашей стране а так то я проработал там 37 лет там по всякому наживалась моя должность по всякому ладно спасибо вам огромное я тогда если что позвоню вам до свидания это вы кому звонили это бывший сотрудник сельской администрации получается ведущие специалиста она ушла с должности а так по земельным вопросам она проработала более 30 лет в нашей администрации сельского поселения то есть вот до вот этой вот марины которая пришла работала она по этим вопросам по земле то есть она владеет информации да да ну вот как мы сейчас слышали может она еще что-то вспомнит ладно хорошо понятно ну мы приехали собственно говоря к этому дому 66 он у нас разделена два хозяина то есть у них вот свой отдельный вход какой вот эта дверь коричневой до шифер забор это ее вход так так это понятно это вот которая истец как раз да вот это ее территории и и заканчивается где а сейчас увидеть все хорошо теперь к вам идем злая ашу как я смогу быть осторожно что надо делать а вот это я думал так который лайк все пони так так это вот этот забор нормальный до действующих другим заброшенным дом кстати заснимите что это заброшенный дом почему до туда газету до пупличную никто не живет нет нет дом заброшен сарай который которого уже давно не а где сары вот у них по документам здесь вот это да 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 но его нет это уже просто нет у кого у них вот та самая калитка если видно которые они сделали 6 числа и мы написали заявление в полицию он здесь вот они сделали и раньше не было петли петли видны да 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 видно так и вот заканчивается понятно это сколько соток примерно здесь может быть сотки 2 сотки 2 так они хотят что они хотят теперь вот так вот пополам видите якобы утверждает что до конца до до конца это куда до конца это сейчас пройдем последний этот улей или что там стоит вот когда нет нет а наше вон до того дерево еще дальше когда еще дальше теперь уже дальше будки они вот смотрите мы сейчас идем непосредственно по тропинке она она сказала на суде что то он пополам невозможно В туалет, да, тропинка? Нет, вот у нас событие, вот тропинка. А, вот здесь. Мы можем пройти на свой участок, вот тропа. То есть она заявила, что он посередине, эта тропинка. Вот сравните там ширину и здесь ширину. Она сказала 8 метров. Она по своему забору идет, как бы, вот, если продлить, то по этому забору. Ну, примерно, да. Примерно. Ну, там, да, она извилистая. 8 метров здесь есть? Ну, надо замерить. Есть, наверное, да. У меня рулетка есть даже лазерная. Сейчас замерим. Сейчас. Подержите, пожалуйста. Сейчас замерим рулетку. Сколько здесь? 8 до забора? Да, она сказала, тропинка, ее кусочек этот 8 метров. Да в дерево, вот, я думаю, да. 8 с половиной. Да, она сказала, 8 с половиной, спасибо. Луч видит, нет? Луч не может не видеть. Что, мне встать туда можно? Да, вот сюда. Луч не будет виден. Осторожно, не затопчи малину. Вот так видно. На ладошку поставь. Да вот, видно, вот нормально. Да нет? Не надо. Вот, на вас. Вот, я платную. Не надо, не надо. Вот, снимите. 6 с половиной метров. Да, до 8 не дотягивай даже. Еще раз, Маш. Ну ладно. Ну давай еще раз. Ну ладно, полметра на ошибку-то, на погрешность. Это за счетом того, что... А дальше? Пойдем дальше. Видите, как тропинка идет? По диагонали хотя бы даже померим. 7,3 по диагонали. Тоже не 8. Ну так 6,5 похоже, да. Значит, сейчас... А она говорит 8? 8,5. Да, 8,5. Откуда? Ну, якобы визуально поделила наш... Не, от забора или как вот? Вот так. Спросили, вот у нас получается, как она же говорила. Граница идет строго по тропинке. Тропинка идет... Промежутка между нами, которая разделяет нас пополам. А, понял. Вот это, да? Да, вот это тропинка. И она даже есть фотографии, которые более ранее сделаны. Ну это она примерно, сказал. Так 6,5 метров здесь, да. Ну, тропинка она же не пополам разделяет. Ну, опять же, пойдем сюда. А теперь повседайся, как тропинка идет. В суде приложены к материам дела фотографии, более ранее. Вот тропинка. Она так идет. Не как здесь, потому что вот там вот за поражены у нас эти куски этого... Крыжовника. Здесь дерево. Вот она тропинка. Вот он каудин. Вот она крышка. Тут это они чистят, да? Да. Только они говорят. Ага. Опять же, замерить будем скупом. Ну, сантиметров 70, наверное, ширину. Просто человек туда не залезет. Это нужен какой-то, опять же, специальный инструмент. Так, а ваш участок откуда идет? А вон дерево последнее до конца. С одной стороны дерево, он и с другой стороны дерево. Где он что-то лежит, вон там, да? Да, там бревно вон лежит. А, вон бревно. Вот это заканчивается. То есть вот... Вот такой участок. Так, понятно. А затапливать, надо скажи, вот границы. А затапливать как раз до этого бревна. Там речка дальше идет. И тот лук, она сама подтвердила, затапливаемый. Вон до того бревна, да? Да, вон, видите, оно вот так вот лежит. Ага, вижу, да, вот уповшее дерево. Понял, что лет назад даже до сюда ходил. Было, да. Дерево уповшее, понял. Да, до конца участок уже, понятно. Ясно. Не здесь она не идет. Это на фотографиях уже просто. Ну что, поехали тогда в администрацию, а то не успеем. И, может, русреестр. Ну, если что, можно потом после суда заехать. Обратите внимание, она все-таки на деревья. Ну вот, идите сюда. Что он, она отъезжает. Не обрабатывается. Вон побелены деревья. Вон побелены дерева. Вон побелены дерева. Ну, это отношение не имеет к делу особенно. А, она говорит, что мы не пользуемся им, никогда не пользовались. Да нет. У нас заросший участок. Вы обратите внимание, что у нас заросший участок. А какая разница? Он ваш главный, правильно? Нет, просто. А ваш сейчас измерен по забору, вот поэтому, да? Вот как есть, так и есть. Да. Вот этот участок, уже Чеклецовый. Понятно. Который был в суде. Так, ну ладно, тут все понятно. Вот это дерево. Ягоды еще не было. Боярыш. Еще такой вопрос. У вас на кадастром учете он стоит? Да, стоит. И уже право собственности. Свидетельство есть, да? Свидетельство, да. И с координатами межевое дело есть, да? Да, все есть. Все полностью? Все абсолютно. Вот так вот он. Ну, тогда она, наверное, мне кажется, нужно сначала обжаловать вот это вот свидетельство о праве собственности, правильно? Ну, по идее, кадастрый инженер. И кадастрый паспорт, да? Если она считает, что незаконно это сделано, а не к вам подавать претензии. Вы же не делали это, кадастрый паспорт, правильно? Это же кадастрый инженер делал, они проверили, вышли по первотнодным документам. Вот по забору они все измерили. Подали в газету, там, кадастрый инженер, правильно? Потому что ее не смог найти, наверное. Вот по ту сторону не смог найти соседа. Потому что по ту сторону надо было. Это все законно. Он подал какое-то время, никто не нашелся, правильно? Месяц, месяц. По закону. Да. Все. Потом это значит, что согласование прошло. Да. Вот и все. Так это и было. Значит, в чем незаконность? Значит, если она считает, что незаконно, подавай, пожалуйста, в суд на Росреестр, на кадастр инженера, исправляй ошибку, правильно? А вы-то здесь при чем? Я считаю, так надо с этого начать. Поэтому вот здесь, наверное, не к тому человеку она, мне кажется, обратилась. Не надлежащий ответчик. Потому что, ну, вы-то поставили все законно, получается. Ну вот вы же видите. Процедуру соблюли все ваши специалисты, которые ставили. Ну и все. Продолжение следует...